А сейчас мы посмотрим. Поднимем архивы. Ну что, дорогие друзья, через несколько секунд после ознакомления с трассой спортсмены выйдут на старт первого финального заезда Чемпионата России. Бороков 3-й Б. Только, опять же, хотелось бы обратиться к вам, дорогие друзья, ни в коем случае не нарушать правила техники безопасности, потому что скорости сейчас будут очень большие. На трассе у нас лучшие спортсмены и самые профессиональные спортсмены. Ну, они, конечно, смотрят на трассу, но в пылу борьбы, сами понимаете, иногда бывает такое, что гонщик не сможет резко остановиться. Поэтому будьте очень внимательны, осторожны, особенно, где нету ограждений в виде таких лент. Это я обращаюсь к тем зрителям, которые стоят по обочине возле автомобильной трассы. Будьте аккуратны, потому что и гонщик может выскочить. Ну, в общем, смотрите, будьте внимательны. Давайте, чтобы сегодня было все в порядке. Пехтерев, Атлант Ярославль и 31-й стартный номер Валерий Хоменко, факел, Новый Оренгой. В основном все претенденты на подиум. Тут как тут. Напомню, что основную борьбу за лидерство ведет Дмитрий Скляров, 167 очков у Димы в активе, это первый номер. И шестой номер Денис Рязанцев, 158, 9 очков разница. На третьем месте Мартюченко, 140. По определенном раскладе Женя тоже может побороться за победу. И Рязанцев, и Мартюченко, двукратные чемпионы страны разных лет по кроссу на снегоходах. Скляров, при том, что он уже во взрослом разряде гоняет с нескольких лет, пока еще ни разу чемпионат России во взрослом разряде не выигрывал. Хотя три раза по молодежке, один раз по юниорам и два раза по юношам у него были победы. Максимальное количество очков за выигрыш, за лидерство это 25. За второе место 23. 22. 22. За третье 20. 20. Четвертое 18. 16. А потом через одно. Ну это чтобы вам было легче плюсовать, если вы следите за ситуацией, кто кому какие очки и сколько. Ну там по сумме еще есть льготные заезды, тоже как бы немножко сложнее, уже когда речь идет обо всех этапах проведенных. Хотя если этап отменен, то в общем-то как бы этих льготных очков может и не быть. Но это будем посмотреть, не будем отбирать хлеб у судейской коллегии, пусть уже считают. Выстраиваются гонщики на линии старта. Постепенно в соответствии с результатом квалификации сейчас Артем Пехтерев разворачивает снегоход. 15 минут плюс 2 дополнительных. Будем сейчас. Естественно засечка времени будет вестись судей на... Ну электронная засечка фирмы Racing Time. Виталий Иванов представляет у нас эту фирму здесь. По традиции обслуживают все соревнования снегоходного кросса России. Не только снегоходного кросса, а разных других технических дисциплин. То есть там киперы следят за тем, чтобы четкий электронный хронометраж шел, когда спортсмены пересекают линию финиша. Там антенна проложена и электронный датчик транспортер посылает сигнал. Мы знаем, что это есть Скляров, Пехтерев, там Рязанцев или другой какой-то спортсмен. А еще совсем недавно все это проводилось вручную. Глазами сидели наши судьи в автобусе и наблюдали. Ездила специальная бригада, которая счетчиков, которая считала и смотрела за каждым гонщиком, следила. Это был целый процесс такой. Ну что? Ну кстати вручную они тоже сейчас как бы дублируют у нас. Потому что не дай бог электроник это может и отказать иногда. Основной электронный счет и по нему мы будем знать, ускоряясь. Старт! Старт прошел у нас и по-моему Карпан. По-моему Карпан у нас по большому радиусу прорвался вперед. Да, скинули. Нет, это у нас Рязанцев, Денис Рязанцев. Был просто похожий, похожая форма. Денис Рязанцев хорошим стартом отличается. У нас Денис Рязанцев решил дать бой за чемпионский титул. Мартюченко второй. А Склиров только седьмой. В районе седьмого места у Склирова не получился старт. В первом финальном заезде заключительного этапа. И сейчас будем болеть за Диму. Итак, возглавил заезд шестой стартовый номер мастер спорта Денис Рязанцев. Атлант Ярославы. На втором месте восьмерочка Евгений Мартюченко. Тюмень. Денис Рязанцев действующий чемпион России. У нас четвертое место на чемпионат Европы. Вице-чемпион Кубка России в Великом Устюге этого года. Несколько раз спринг-кросс выигрывал. Мартюченко уже впереди. Мартюченко по ходу гонки удалось Дениса пройти. Склиров на четвертое место уже переместился. Догнал сорокопуда. Товарищи по команде. Так драматично начался первый заезд класса взрослые. Чуть не сбросили судью на линии. Ему досталось. Досталось ему там немножко даже. Чуть не топтали. Но слава богу все вполне. Итак впереди два двукратных чемпиона страны. Мартюченко и Денис Рязанцев. Евгений Мартюченко. Как-то сезон для него не очень ровно начался. Но тем не менее он выиграл спринг-кросс. Уже двукратный победитель спринг-кросса в Ярославле. Кубок России в этом году выиграл в Великом Устюге. Чемпион России сезона 2013-2010. В основное время Мартюченко выступал за факел клуб. В прошлом году провел сезон за Яббург. Проблемы у Никишкина. Похоже он идет последним сейчас технического свойства. Проблемы нет скорости у снегохода. То ли один цилиндр, то ли не знаю почему так его уже на круг лидеры прошли. При том что Никишкин у нас доминировал в квалификации. Ну вот какой-то технический проблем. Склеров вырвался на третье место. Дмитрий Склеров бросился в погоню за Денисом Рязанцевым. Ну это как раз именно тот момент по поводу технических проблем. Это как раз то, что не все всегда зависит от гонщика. Иногда вот подводит техника и никуда от этого не денешься. На предыдущем круге у нас Рязанцев проигрывал 3,2 секунды. Склеров 9. Сейчас очередной круг гонщики будут заканчивать. Мы посмотрим. Карпан на пятом месте. Смолин Евгений пропал у нас четверка. Вот кого мы еще не досчитались. И так пролетает Евгений Мартюченко. Минута 0,8-44 лучший круг у него Рязанцев. Минута 11 вот этот круг. Минута 0,9 лучший Склеров. Минута 11,5. 12 секунд уступает Дмитрий Склеров лидеру Евгению Мартюченко. И порядка 6 секунд 5,8 он проигрывает у нас Денису Рязанцеву. А что случилось со Смолиным непонятно. Мы его не видим. Если у нас Никишкин еще едет в прогулочном темпе, то Евгений Смолин похоже прекратил борьбу. Остановился на трассе Женя Смолин. Восьмой номер Мартюченко. Шестой Рязанцев. Пятничка Склеров. Семерка Саракопут и пятнадцатый Карпан. Лидеры первого заезда класса взрослые. Пять минут прошло основного времени заезда. Одна треть. Мартюченко очень уверенно лидирует. Разрыв до Рязанцева вырос до 8,5 секунд. Мартюченко очень хороший круг. На 14 секунд ему проигрывает Дмитрий Смолин. Смолин идет в темпе Рязанцева. Сейчас Хоменко прошел с Саракопудой. Карпана. И Валерий Хоменко на четвертое место перебрался. Там отставание уже 21 секунда. Карпан 22. Саракопуд 25 проигрывает. Евгений Мартюченко. 27 лет парню. Молодой еще гонщик. Такой фактурный атлет. Начинал он. Был три раза призером молодежки. В сезонах 2003, 2005 и 2006. Все время был вторым. Вторым. Вечно вторым таким. Но потом пошло-поехало. У нас призер чемпионата России. Чемпион России 2010. У нас как раз. И такие были взлеты, падения. У него два раза спринг-кросс выиграл в сезоне 13-15. Кубок России выиграл пару раз. Ну сейчас ему тяжеловато. Потому что не в составе команды он едет. Один из личников. Немногих личников здесь. Если не сказать, что не единственный личник он у нас на соревнованиях. Сейчас не смог он поехать на норвежские этапы чемпионата Европы по финансовым кондициям. Просто не потянул отдаленные этапы. Но вот на родных трассах он очень быстро. Улучшил результат свой Денис Рязанцев на 10 секунд. Считается на 4 секунды улучшил свои показатели. И такой же результат теперь показывает Дмитрий Скляров. Теперь его отставание от лидера составляет 14 секунд. Скляров догоняет Рязанцева. Он 2 секунды отыграл на этом круге. Сейчас может он навязать борьбу на этой трассе. Мы говорим, что трасса для всех одинаковая. Но все-таки родные стены здесь Склярова ближе, чем Денису Рязанцеву и Ярославскому гонщику. И с Рязанцев начинал очень давно гоняться. Вот я его помню на мотоциклах, на хобби. Он еще ездил в классе отечественных снегоходов на Бурках, на Буранах. Там лет 10 назад еще выступал. Тогда был класс отечественных снегоходов. В сезоне 2010 он еще на отечественном снегоходе ездил. Занял 4 место на чемпионате России. А так он чемпион России сезона 2014-2011. И лучший из наших на чемпионате Европы 2015. 4 место на грани подиума. Да, еще порядка секунды отыграл на этом круге у нас Скляров. Сейчас мы на электронику посмотрим на подтверждение. Мартиченко лучший круг гонки минут 08.442. Вот последний круг минуты 10.3 он прошел. Все равно он самый быстрый на трассе. Рязанцев бьется с Астеровым за второе место. Вот Мартиченко. Седьмой круг. Завершает. Минут 12.2. Подсбросился. Ну и трасса начинает выбиваться уже. Более медленная становится. Рязанцев. Искляров уже висит на хвосте. Просвет между ними полторы секунды был в районе линии финиша. А на более позднем торможении иногда и меньше. Борется Дмитрий. Борется достаточно серьезно. Ну и естественно Денис тоже не уступает. Потому что льва достаточно напряженная. Это понятно. А завелся Смолин. Завелся Смолин. Удалось видимо отремонтировать снегоход. Он уже проигрывает три круга лидеру. Если не четыре. Но тем не менее на дистанции находится. Ну очки. Очки. Опять же командные очки. В любом случае от них отказываться ни в коем случае нельзя. Надо гонять. Потому что прежде всего команде надо приносить очки. И результат тоже. Если уж не личный улучшить. То хотя бы командный принести очки. Которые потом в сумме и показывают общее командное место. И Никишкин в пути отставания все равно едет по трассе за факел. 16 номер Алексей Никишкин. Да он выпал из борьбы хотя бы в этом заезде. За личное первенство. Но команде энную сумму везет. Денис Рязанцев не пускает Склирова вперед. Между ними уже секунда ровно была на линии финиша. Три очка. Девять была разница. Вот сейчас будет шесть. Если закончится заезд. То есть здесь для них это тактически важные вещи. Да. Главное Дмитрию сейчас ни в коем случае не выходить из тройки. Вполне достаточно ему выступать именно будучи в тройке. Для того чтобы не терять лидирующие позиции по общему чемпионату. Чтобы стать чемпионом России этого сезона. Поэтому ему сейчас надо очень хорошо поднапрячься. Для того чтобы не выходить из тройки призеров. Первое место конечно это лучший результат. Нет два очка. Он отыгрывает два очка. Потому что Рязанцев идет вторым. У них семь. Ему достаточно за Рязанцевым приехать каждый заезд. Даже не обгоняя его он уже станет чемпионом. Но я думаю что такой расклад его не очень устойчиво. Не очень конечно. Амбиции у гонщика в любом случае существуют. У любого спортсмена. И борьба уже идет у нас. И по внешнему радиусу пытаются сейчас... Смотрите как профессионально, филигранно сейчас спортсмены борются. Не мешают друг другу. Аккуратно обходят. Вот что значит профессионализм. Вот что значит именно отточенные действия. А вот в другом бы классе может быть это все закончилось столкновением. Была уже попытка обгона напрямую. Он пытался перепрыгнуть у Дениса Рязанцева. Рязанцев активизировался и не пустил вперед Склерово. Здесь еще надо помнить вот что. Что 10 минут 11 уже закончилось. Они уже устали. Спортсмены уже на морально-волевых уже мчатся по трассе. Отрыв лидера 11 секунд. И практически мы уже Мартюченко не видим. И они сами не видят его. Перед собой. Но друг друга они контролируют. Весьма опекают. Весьма плотно. Вот 10 круг закончил Евгений Мартюченко. Минута 15 и 5. Он уже не форсил. О, да! Склеров вперед вышел. Склеров вышел. Не согласен у нас Рязанцев. С таким раскладом. Но Дима сейчас будет наращивать, наращивать темп. Да, будет пытаться. Оно вот атакует, атакует. Атакует достаточно. Атакует у нас по внешнему радиусу. Денис Рязанцев удалось Стырову отбиться. Отбить вторую позицию, да. Виталий Склеров 22 года. Победитель Ушакова. Кубка двукратный. Победитель Кубка России многократный. Три раза выиграл молодежное первенство России. Был серебряным призером 2013. Обошел только что сейчас попытка обойти на вираже у Рязанцевов. Да, увенчалась практически успехом. Но Дима сопротивляется, сопротивляется. И будет сопротивляться дальше. На полкорпуса. А сейчас уже опять вернул себе лидирующую позицию. Да, вот борьба жаркая достаточно сейчас развернулась на этой трассе. А время-то идет. Время никто не останавливал. Напомню, 15 минут плюс два дополнительных круга. Как только у судей окажется табличка с цифрой 2, это мы будем понимать, что 15 минут позади. И осталось гонщикам пройти два круга. Но опять же это все определяется по лидеру. И между прочим, эти гонщики сейчас идут быстрее. Догоняют Мартюченко. 8 секунд до Мартюченко осталось. Хотя до конца контрольного времени осталось полторы минуты. Да, вот Денис атакует все время на вираже. Вот именно на позиции, на вираже пытается все время атаковать Дмитрия. Денис вот здесь сейчас будет пытаться и напрямой. Да. Напрямой что-то сделать со стыром. Упирается Дима. Уже не хочет уступать с таким трудом завоеванную вторую позицию. Но на вираже, на вираже, да, пытается Денис. Но пока Дима сохраняет эту позицию и не отдает ему. Сорокопут прошел Карпана и седьмой номер на пятом месте. Коменко на четвертом месте. Как он вышел? 26 секунд отставания. Сорокопут 44. Там разрывы уже большие. Пехтерев на седьмом месте. Он остает на минуту с лишним. А Евгений Мартюченко в ордом одиночестве сейчас спокойно продолжает. Последняя минута контрольного времени пошла. На следующем круге Мартюченко покажет табличку с цифрой 2. Да, увеличивает разрыв Дмитрий. Похоже устал у нас из рязанцев. Уже нет сил на борьбу. И это естественно чувствует и Дмитрий. И наращивает, наращивает. Потому что как раз тут надо не упустить этот момент, когда гонщик отстает. Хотя, с другой стороны, мы уже записали победителей этой дуэли с Клировой. И это не так. Это не так. Активизировался опять Денис Рязанцев. И я думаю, между первым и шестым номером мы еще увидим борьбу. И Мартюченко там не так. Мартюченко оглядывается. Он видит С Клирова. Преследователя. Было 8.2 на предыдущем круге. Сейчас, я чувствую, будет меньше. Приготовил судья у нас уже. Вот Мартюченко. Предпоследний круг. Это Пехтерев и С Клиров. Но просвет есть. Просвет 5.8. Но он тает, мы видим. Был 8.2, стал 5.8. На вираже тает на вот таких вот достаточно силовых участках, где очень много качкарей. Ну, еще мешаются, конечно, круговые. Понятное дело, что они это делают не специально. Но в любом случае это преграда. Определенная сложность его обойти без столкновения, чтобы не потерять драгоценные секунды. Что Рязанцев, что С Клиров сейчас по полторы секунды отыграли у нас, у лидера. Вот сейчас только что Денис по бровке проехал и рисковал. И потерял драгоценные буквально, наверное, секунды полторы точно. Он так притормозился сейчас на бруствере. Чуть не слажок контрольный. Так, ждем мы лидеров на последнем круге, уже на последнем круге. Это Карпан на последний круг отправился. Основного времени, да, на последний круг основного времени. Да, последний круг ушел. Нет, это последний круг гонки, единичка. Да, стоит единичка. Отсюда просто мне... Да, да, вижу. Не на того судью смотрел. И у Дениса Рязанцева есть последняя возможность сейчас побороться за два очка в этом заезде. Очень важным сейчас, наверное, не догнать все-таки Мартюченко. Порядка пяти секунд есть разрыв. Вот Склиров, вот Рязанцев. Да, есть шанс, но он очень такой, достаточно призрачный. Дима уже ощутил вот это вот состояние лидера именно в этой борьбе. Я думаю, что он не выпустит. Обеспечит себе 22 очка. И плюс 2 относительно, уже 11 будет разница. Все. Да, финиширует у нас Евгений. Финиширует у нас Мартюченко. За ним финиширует Дмитрий и Денис. И Денис третий. Ну вот у нас обозначилась тройка лидеров. Дальше уже мы будем смотреть на топ-10. И кто за ней. Карпман финишировал шестым, но он круг проиграл Мартюченко. 15-й номер, Яков Карпман, Атлант, Ярославль. В итоге шестое место у него в активе в первом заезде. Артем Пехтерев, 27-й номер на седьмом месте. Еще один представитель Атланта завершает заезд. 14-й номер у нас Мороков, Алексей, 31-й, Хоменко. Хоменко, кстати, четвертый. 31-й номер Валерия Хоменко, Факел. Четвертое место занял, а Мороков восьмой. Сорокопут, пятый, топ-5 у нас седьмой номер. Дмитрий Сорокопут, Ямбург. И Алексей Никишкин на раненом снегоходе. Девятым финиширует. А у Смолина, похоже, опять возникли проблемы. И мы его потеряли уже во второй раз. То есть он закончил пять кругов, но на линии финиша мы его не видим. Итак, восьмой номер Бортьюченко. Единичка Скляров, шестой номер Рязанцев, 31-й, Хоменко. Семерка Сорокопут, топ-5 заезда, первого заезда класса взрослой. 27-й чемпионат АР России по кроссу на снегоходах. Финальный этап. Новый рингой. Ну а мы сейчас будем ждать первого финального заезда среди юношей. Он состоится буквально сразу практически. Через несколько минут уже спортсмены подъезжают в предстарцевую зону. И сейчас их будут выстраивать. И потом будет ознакомление с трассой. И после чего, после чего уже мы будем, станем с вами свидетелями первого финального заезда в этом классе. Итак, третий номер Сарван Гадиров, Ямбург, 22-й, Максим Лучина, факел. 23-й номер Рустам Такая, факел. 26-й, Дмитрий Бабак, СТК, факел. 55-й стартовый номер Валентин Куюнджич, Норт. 78-й, Александр Моторин, Ямбург. 80-й стартовый номер Константин Санин, Ямбург. 131-й стартовый номер Юрий Крец, факел. 151-й, Артем Гершегрук, факел. Стартовый номер 173, Евгений Довбуш, Норт. И номер 212, Сергей Викулин, факел, новую рингой. 151-й, Артем Гершегрук. 151-й, Артем Гершегрук.